Доброе здоровьица! У нас сегодня прямой эфир из далекой Америки с Андреем и я попросил его перед стримом написать мне вопросы чтоб можно было на них ответить вот и я на эти вопросики решил которые он прислал ответить более подробно что палка чесалка чтоб можно было и вам задать какие-то вопросы ему ну а там посмотрим как получится и начнем с и так Андрей задает вопросы заранее задает вопрос которые я попросил вот мама Андрея Ирина которая будет на стриме задала следующие вопросы первое как выбрать выработать себе силу воли чтобы заняться своим здоровьем я думаю что здесь дело не столько в силе воли сколько в понятии того что тебе это надо вот когда вот это вот будет то есть вот обычно это мотивации там еще о чем-то и прочее прочее нет дело дело в том насколько человека приперло к стенке если приперло хорошенько то никакая тут сила воли и просто 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 еще какие-то там факторы не играют роли вопрос встает такой хочешь жить или не хочешь жить если хочешь жить значит давай занимайся а не хочешь ну что что поделаешь то есть здесь не в сила воли а в основном в том насколько человека приперло вот особенно если онкологические больные все назначили лечение и пошли вперед поэтому тут о силе воли говорить не приходится это не тот вопрос второе что господин малаха может предложить для защиты от коронавируса ну от коронавируса самое основное что лично я считаю здоровый образ жизни когда человек ведет здоровый образ жизни даже если и что-то подцепиться к вам что-то подцепилась а то по крайней мере все это пройдет довольно таки легко 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 и просто без каких-то там последствий это самое лучшее а не то что там заранее что-то там пить или еще там что-то там только то такого делать нет я думаю это не то что что нам надо так что ведение здорового образа жизни в результате у вас не будет знаете каких-то пожарных мер вот а вот вот она идет эпидемия там гриппа эпидемия того-то эпидемия сего-то и как так не надо готовиться что так не надо делать вы уже защищены уже защищены у меня нечто было такое ну я конкретно не ходил ничего там не сдавал у нас в медвежьем нашему улу ничего этого особо нету так вот что что со мной было я понял что заразился чем-то у меня в основном сработал кишечник желчевонный эффект я так сказать просидел несколько дней на унитазе температура к там подымалась ну и все более-менее как-то так без каких-то последствий если я беру так что я считаю именно не пожарные меры а то что человек постоянно готов он постоянно защищен тем что ведет вот такой вот образ жизни так третье самый простой вариант начать заниматься собой с утра самый простой и это я скажу со своего примера самое трудно в ведении здорового образа жизни да вообще в ведении вот собственной жизни это создать организационные вот эти вот моменты чтобы ты четко знал встал умылся и что дальше и дальше у меня идет прогулка то есть первым делом прогулка 40 минут я гуляю здесь у себя во дворе никуда не выезжаю там как раньше и знаете как там мне это стало нормально прохожу два километра и очень доволен именно с утра ходьба простая вещь которая запускает все наши функции в организме и кровообращение и газообмен и обмен веществ и пищеварение и опорожнение и кровообращение ну все и она настолько естественно что отличная вещь вот самый простой вариант начать заниматься с собой с утра ничего для этого не требуется требуется просто напросто взять и выйти на улицу и пройтись не обязательно там где-то в парк или еще вот насколько имеется место настолько настолько это можно и сделать я лично поступаю так и самое главное опять таки вот чем я еще горжусь это то что я каждый день делаю вот никто говорит а вот а ты бегом занялся еще что то еще что то делайте всегда по силам то что вам по силам вот как вы можете пройти эти там 40 минут 30 минут тогда хоть 15 минут для начала вы начали ходить хоть 5 минут но делать это регулярно у вас появятся силы у вас появится какой-то интерес у вас многое что появится и в конце концов появится привычка что вы не в своей тарелке не походил а после этого тогда завтракайте и приступайте там к своим делам лично я вот так вот поступаю и мне очень это нравится и я очень этим доволен и даже горжусь тем что я вот постоянно никто из моих этих в семье такого не делает и они все удивлены я встал любое время снег дождь или еще что то а я хожу значит вот я считал самый простой вариант значит заниматься собой с утра это и ходьба самое лучшее оздоровительное упражнение естественное не требующее никаких особых там спортзалов дорожек там и прочего прочего там что ж попридумали ходите самое естественное самое простое и самое лучшее и организм человека нормально может жить только во время ходьбы это для него естественное состояние четвертое полезное натощак пить яблочный уксус с утра одна треть стакана и все потому что целый стакан на протяжении дня не получается ну и яблочный уксус есть такая конечно рекомендация пить опять таки вот эти вот все рекомендации они могут кому-то подходить все это зависит от индивидуальной конституции а кому-то они не подходят допустим могут вызывать изжогу могут вызывать этот самый на зубах оскому это говорит о том что эмаль слабая если оскома если изжога это говорит о том что жизненный принцип желчи силен и стимуляция его кислым вкусом нежелательно то есть нету таких вот средств которые годятся для всех людей поэтому я бы я бы натощак пить яблочный уксус с утра по 1-3 стакана и все причем яблочный уксус я так понимаю должен определенной концентрации быть тут не сказано концентрации вот я думаю если у человека что-то там плохое пищеварение или еще там что-то там такое да я думаю по чайной ложечке по чайной ложечке утречком натощак вот они выпили плюс они это могут сделать полстакана воды чайную ложку этого яблочного уксуса и все это выпить не более того я считаю это несущественная какая-то такая рекомендация которую вот так широко разрекламировали и считается что что-то она за вас сделает ни одно лекарство ни одно там питание за вас особо ничего там не сделает что-то вам надо делать пятое повышенная кислотность как избавиться помаленьку повышенная кислотность как избавиться помаленьку я думаю что это не повышенная кислотность а это просто-напросто зашлаковка организм Который вот это вот все вызывает А то говорят, повышенная кислотность И так далее Просто организм зашлакован Ну что, как избавиться помаленьку Знаете, так, чтобы Это было приятно, полезно И довольно таки эффективно Я бы Начал пить Свежевыжатые соки Допустим, яблочный, свекольный Пропорцию я уже говорил Не буду повторяться Отсылаю вас всех В свой плейлист Целебная кулинария Там все это есть Морковный сок Свежие салатики Или тушеные Важно посмотреть Вот вы наели, знаете Как такое сравнение Как корова Зелени И думаете, что все переварится А когда съели Вот это, все это зелень Чувствуете В животе Бурчание Газоотделение И так далее И так далее То есть Не варится Не варится Значит, смотрите Вот пробуйте салатик Немножечко салатик Освежего Салатик Желательно Какой-то там Листовой Салатик Добавить Вот здесь Можно различных Соусом Майонезом Желательно Домашнего приготовления Сделать Чтобы этот салатик Был для вас вкусный Немножечко Поели Все нормально Нормально Дозировочку Можно увеличить И так Допустим Раза два Три В день Можно Салатик А потом Допустим Кашка Салатик Там Кашка Салатик Там Мясцо Там Салатик Можно Творожок Салатик Можно Там Яичко Смятку Или как там То есть Через салатик Ага Чувствуете Вы начали салатики Значит Кушать 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 А у вас Начинается В животе Вздутие Газообразование Салатик Не идет Тогда значит Тушеные Овощи То есть Этот же салатик Подвергайте Термической Обработке Подвергайте Термической Обработке Так Чтоб Это все Не пережарилось А еще Хрустело В теплом виде Короче Употребляйте Важно Ориентироваться Что вы там Съели Вот что вы Съели И как вы Это переварили У нас же Нету Вот этого Что Что знаете Вот надо Пихать Себе Вовнутрь Всякую Всячину Которая Якобы Полезна Кому-то Полезна Кому-то Не полезна Ну вот Говорят Что это полезно Надо это есть Пихаем А как Это все Переваривается Лишь бы Запихнуть Смотрите Затем Что у вас Переваривается И в итоге Ваша Повышенная Кислотность От приема Раза два Три раза В день По стаканчику Свежевыжатого Сока Разные Соки Вплоть до Того Что Огуречный Сок С морковным Соком Да Их там Огромное Количество Этих Соков Это все Можете Посмотреть В моей Книжке Лечебное Раздельное Питание Плюс Вот эти Вот Салатики Или Тушеные Овощи До Половины Чтобы они Тепленькие Были Опять таки Подбирайте Листовые Чтоб они Вам нравились Немножко Там Корнеплодов Той же Морковки Еще что-то Туда Добавили Это салати Да с майонезом Очень вкусно Плюс Кашки И все Это Потихонечку Начнет Работать По Введению Шлаков Без Каких-либо Кризм Без Каких-либо Чисток Печени И так Далее Так Шестое Пить На ночь Теплое Молоко Теплое Молоко На ночь Пьется Для того Чтобы Человек Расслабился И заснул Если у вас Соснул Проблемы И вдобавок Если вы Еще Это молоко Нормально Перевариваете Пожалуйста В теплое Молоко Добавляете Допустим Чайную ложечку Метка Или пол Чайной ложечки Метка Что будет Еще Лучше Выпиваете И это Способствует Хорошему сну Именно Для этой Цели Вот Зачем Пить Теплое Молоко На ночь Для того Чтобы Хорошо Спать Так Значит Дальше Сестра Обожена Она Спрашивает Как Питаться Когда Работаешь Физически И часто Болит Когда Пища Начинает Перевариваться Работают Физически Да В принципе Вот так Как я Рассказал Как И вот Для Мамы Когда Начинает Перевариваться Пища Вот Поэтому Я Подробно Разобрал В первом томе Целительных сил О Правильном Сочетании Пищевых Продуктов И Правильном Потреблении Пищи Почему Возникают Боли И Несварения Когда Человек Вроде Бы Употребил Нормального Качества Пищи То есть Он употребил Хорошую Пищу А именно Допустим Ну Пускай так Будет Тарелочку Супа Далее Там Съел Котлетку Можно Там Даже С овощами Или Там Пюрешку Все это Там Такое Хотя Это Не сочетается Картофельное Пюре С Котлеткой Но Тем не менее Съел И Вот Вот Все Нормальненько Все Хорошо Еще Будет Ну Вот После Всего Этого Существует Пагубная Привычка Широко Распространенное Слили Население Это Выпить Еще Там Большую Кружку Чая Компота Кохвы И так Далее И так Далее И так Далее Либо Жи Либо Жи Еще После Этого Съесть Там Какой-то Фрукт Допустим Тот же Банан Там Яблоко Что Там Короче Десерт И Получается Что В желудке Началось Пищеварение С этим Супом С котлетой Этой Пюрешкой Там Который Еще Нормально Пройдет Более-менее Если Желудок Здоров Но Как Только Туда Заливается Сладкий Напиток А тем Более Дальше Еще Употребляется Какие-нибудь Фрукты То Фрукты Не проходя Через Желудок Потому что Они перевариваются В тонком Кишечнике Они Проскакивают Этот Желудок Начинается Брожение С образованием Газа Короче Пищеварение Нарушается Мы Сами Создаем У себя Внутри Желудка Такие Условия Которые Которые Его Разрушают То есть Забродила Заиграла Естественно Выделяются Там и газы И все Там такое И Часто Болит Когда Начинается Переваривание Вот вам Феномен То есть Мне было В свое время Интересно Объяснить А почему Это Бывает Поэтому Для того Для того Чтобы Вы Нормально Себя Чувствовали Вот Когда Физически Работаешь Да Там Вроде И плотная Пища Нужна Например Опять-таки Берете Тушеные Овощи Или кусочек Мяса Но Вначале Вот Вначале Вы Выпейте Жидкость Которая Быстренько Покинет Желудок И уйдет Далее Вы Уже Покушайте Значит С тушеными Овощами Вот этот Кусок Мяса Если Тяжело Физически Работает Покушайте Все У вас Начнется Там Пищеварение И Ничто Ему Не будет Мешать Все Переварится Без Всяких Последствий Легко И просто То есть Важно Облегчить Работу Своему Желудку Своему Желудочно Кишечному Тракту Не давая Ему Неудобоваримую Пищу Неудобоваримые Сочетания И не Нарушая Пищеварение Которое Началось У вас В желудке Приемом Жидкостей Особенно Холодных Жидкостей Особенно Сладких Жидкостей Особенно Десертов И Особенно Фруктов Вот Как только Все Это Делайте У вас Вы Нарушите Себе Пищеварение За которым Потянется Слабость Во всем Организме И Предразболоженность К разного Рода Хроническим Заболеванием Вот Тут Как раз Вот это Раздельное Питание А В более Тяжелых Случаах Дробное Питание Очень И очень Помогает То есть Монодиета Вот вообще У вас Желудок На нуле И Начинаете Одно Что-то Съели Хорошенечко Прожевали Чтобы Все Знаете В пищу Не глотали А пили Настолько Мелко Вы все Переживали Вот через Два часа Другое И В итоге Вы съедаете Допустим В день Десять Каких-то Там Продуктов Обычно Вы их Съедаете Там Совмещая По Три Четыре За один Прием Пищи А так Вы съедаете Все те же Десять Двенадцать Продуктов Но Отдельно И За счет Этого Все Переваривается Плюс Естественно Пища Должна быть Более-менее Естественная Не такая Какая-то Знаете Как сделают Какую-нибудь Там Плюшку Которая Должна быть Вот По мнению Его создателя Или там Пирог Вкусная Но Насколько Она Удобо Варимая Насколько Вот Чем Вопрос То есть Вот Вот Таких Вот вещей Вот Таких Вот Вещей Просто Из-за Нашего Неправильного Питания Непонимания Процессов Которые Происходят В желудочно-кишечном Тракте Начинают Зарабатываться Более Серьезные Проблемы Со Здоровьем В первом Томе Целительных Сил Которых Я уже Надиктовал И выложил Вы Просто Можете Слушать Итак Все Содержание Второй Части Целительных Сил Можно Свести К Простым И Доступным Правилам Первое Кушайте Когда Проголодаетесь Второе Половину Ежедневного Приема Пищи Должна Составлять Свежая Сырая Растительная Пища Или Слегка Тушеная Третье Жидкости Фрукты Употребляйте До еды Или Делайте Из них Отдельный Прием Пищи Четвертое Жевать Смачивать Пищу Хорошенько Слюной До чего Кушать Медленно Пока Пища Не Превратится В Кашицу Соки Также Должны Смочены Слюной Поэтому Пить Их Неда Меленькими Глотками Пятое Первое Блюдо Салат Из овощей По сезону Это Листья Корни Плоды Так Назваемый Салат Ряда Второе Блюдо Желательно Также По сезону Белковая Или Крахмалистая Пища Шестое Сырая Растительная Пища А также Второе Блюдо Готовятся Непосредственно Перед Употреблением Седьмое Откажитесь От консервированных И рафинированных Продуктов Колбаса Торты И печенья Не применяйте Никаких Стимуляторов Типа Чая Кофе Алкоголя И там Столько Всего По налаживанию Работы Пищеварительной Системы И там Столько Всего Которое Иллюстрирует Как Эта Пищеварительная Система Портится От нашего Невежества В вопросах Питания И Вопросы От Андрея Вот Начнем с того Что У него там Проблемы С почками Были А именно Дробили там Камени Все там Такое Прочее И Вдобавок Он В беседе Сказал Что Вроде бы Книги По которым Он занимался Ему Здорово Помогли Но Не так Там Все просто Вот С почками Как только Начинается Белковое Питание Более Менее Белка Больше Пищи Значит Почки Начинают Сигнализировать О том Что Они там Слабенькие Опять Так Я там Написал А что Там Было До этого Чтобы Понимать Что Там Может Быть И Вот Он Написал До почечных болезней Болел Корью Два Смолвенной Годика Ну Ладно Корь Мы Оставим Еще А вот До 16 Лет Постоянно Болел Ангинами Что Там У нас Ангины Стрептококки Гнеродная Инфекция И все Там Такое Прочее То То есть Вот Если Там Я не знаю До 16 Лет Со Скольки Ну Пускай Там 6 Лет Начал Болеть Ангинами Да 10 Лет То есть 10 Лет Его Организм Подвергался Массированному Воздействию Гноеродной Инфекции Которая Шла Через Гланды И Я даже Могу Предположить А Почему Ангина А А вот Скорее Всего Скорее Всего Что Там Было Молочное Питание У Ребенка Было Молочное Питание У Ребенка Было Сладенькое Питание То То Что И Причем В том Количестве Котором Организм Ну Не Мог Усвоить То Сладенького Хочется Сесть Мы Можем Больше Чем Усвоить И Вот На Этом Сладеньком И Молочном Ну В стриме Еще Посмотрим Так ли Это Или Не Так Как Раз И Развивается Вот Эта Вот Ангина А Именно Возникает Мощный Слизе Образующий Эффект Который Выделяется Вместе С соплями И Слизью Через Носок Лотку На Этих Соплях И Слизи Размножаются Вот Эти Вот Стриптококи И Прочая Ганародная Инфекция И Естественно Миндалины Пытаются Это Все Как-то Защитить Организм И Инфекция Инфекция В течение Десяти Лет Ну так я Говорю В течение Десяти Лет Примерно Вот Она Циркулировала По Всему Организму По Всему Организму Это Не Значит Что Вот Здесь Болит И Вот Здесь У нас Осталось Раз Здесь Болит Вся Эта Микробная Инфекция Стофилококкова Она Уже Циркулирует По Всему Организму Это Хорошо Что Нету Проблем С Сердцем Это Нету Проблем С Уставами Но Следующий Орган Который Знаете Гарантированно Повреждается От Таких Хронических Ангин Это Будут Почки И Естественно Там-то И возникло Воспаление Которое Склеило Камень И Потом Думаю Вот Откуда Он тут Взялся Камень Вот Была Ангина Причем Тут Камень В почках Да При том Что Гноеродная Инфекция Вызвала Воспаление В почках Что привело К тому Что Вот этот Воспалительный Процесс Привел К тому Что Начали Склеиться Камни То есть И если Они продолжаются Идти Это говорит о том Что Она там и есть То есть Раз Расселившись По Организму Инфекцию Очень Трудно Вывести И тут Просто Знаете Вот Антибиотиками Или еще Чем-то Или еще Чем-то Так Народными Средствами Трочаткой Там Керосином В какой-то В какой-то Мере В какой-то Мере Это Удается Сделать Но так Чтобы Человек Как он Хотел Избавиться От этого Не Получится Потому Что Инфекция Тоже Не Глупое Создание Оно Прошло Миллиардный Путь Развития Для того Чтобы Выживать В любых Условиях И попав В организм Она его Захватывает Колонизирует Как мы Планету И Доит Его Доит Его По-всякому Доит Поэтому Надо На всей Планете То бишь В организме Создать Душняк Чтобы Вот эту Всю Инфекцию Ну будем Говорить Не то Чтобы Вытравить А просто Нормализовать До положенного Уровня Положенный Уровень Когда человек Се чувствует Здоровым Да Что-то там Немножечко Имеется Но это Все это Ерунда И вот Для этого Для этого Опять Таки Вот здесь Вот Хорош Опыт Поля Брега Который Говорил Назовите Мне Любое Заболевание Вот Любое Заболевание И я Я вам скажу Что Я им Переболел То есть У человека Было Там И кори Коклюш И что там Там Мангины Мангины И так далее И так далее И так далее Все То есть Организм Человека Сгнивал Заживо От вот Этого Поедания Его Микробами Вот И естественно Пытались там Лечить То, сё Пятое Десятое Ну как мы видим Вот практика Показывает Не то что Знаете Вот я сижу И хаю Там Эту медицину И так далее И то подобное Но практика Показывает Что Мы просто Напросто Знаете Вместо того Чтобы что-то Вывести И удалить Из организма Навсегда В смысле Вот Вот этой Вот Инфекции Мы просто Напросто Загоняем Ее Туда Поглубже И Вынуждаем Ее Видоизменяться И причем Все это Происходит Так Что мы Не можем Дальше С помощью Вот этих Всех Средств С которых Мы ее Загнали Туда Ее взять Естественно Курс Заканчивается И она Начинает По новой По новой Расцветать В уже Ослабленном Организме От приемов Тех же Лекарств Чем Делается Душняк Душняк Опять таки Ссылаясь На опыт Поля Брега Он Делается Голоданием Человек Начинает Постоянно Голодать Раз В Недельку 24 часа Как раз У Андрея Такая Конституция Вот это Вот позволит Раз Недельку 24 часа Кому уж Очень тяжело Раз В две Недельки В дни Икадаши Это 11 лунные Сутки И 26 лунные Сутки Тоже Значит Что происходит Начинает Организм Начинает В первую Очередь Не получая Питания У него Идут Предпочтительные Процессы Выведения Потому что Что происходит Вот мы С вами Питаемся Пища Из крови Идет В клетку Поток И в то же время Из клетки Отработанные Материалы Идут Опять В кров То есть Два потока Встречается Когда мы Хотя бы Сутки С вами Не едим То вот Этого потока Нету Из крови В клетке И поток Из клеток В кров Идет Гораздо Лучше Это только На одних Сутках А если Мы голодаем Гораздо Больше Там Недельку И прочее То Было Отмечено Что процесс Вот этого Потока Выведения Некоторых Веществ Например Как аммиака Из организма Наружу Увеличивается В тысячу Раз Раз Это не я Сказал Это я Вычитал Вам говорю Вот Таким образом Когда человек Начинает Научился голодать И начинает Хотя бы В дальнейшем После вот такой Предварительной Подготовки В год Он начинает На следующий год Примерно Голодать Уже Раз В квартал По Семь дней Это будет Отличная Работа Во время Этого Можно Допустим И дистиллированную Воду Пить Можно И талую Воду Пить Что еще Будет Лучше Для того Чтобы Знаете Вот это Все Промыть И вывести То есть Дистиллированная Вода Не сделает Того Что сделает Талая Вода Это Разные Вещи Дистиллированная Да Она просто Впитает А вот Талая Вода Она еще Раздробит И Растворит Гораздо Лучше То есть Дистиллированная Она просто Пассивно Примет В себя То Что организм Выбрасывает Талая Живота Помимо Того Что она Примет В себя Она Раздробит Она Растворит Она там Сделает Гораздо Больше Вещей В итоге В итоге В организме Начинают Создаваться Такие Условия Которые Душа Вот эту Всевозможную Инфекцию Не сразу Опять-таки К опыту Поля Брега Обратимся Сколько там Ему пришлось Поголодать И причем Поголодать Не просто Семь суток А он там Голодал И по двадцать Суток И сколько там У этого Когда лечился У доктора Ролли В Европе Вот этот Душняк Создали И продержали Его В течение Определенного Времени Сколько там Три года И так далее То есть Если вы Хотите Жить Здоровой Жизнью То это Вообще То Ну допустим Человеку Там даже Сорок лет Пускай там Будет Три года Да это ерунда Но зато Зато Дальше Он может просто Поддерживать Не так часто Там голодать Если Как-то он к этому Криво Будет относиться Но тем не менее Он Получит Чистый Организм В котором Не тлеет Гноеродная Инфекция Которая Ищет Слабинку Для того Чтобы закрепиться И в конце концов Образовать Какую-либо Опухоль Или еще Что-то там Разрушить Знаете Так уже По капитальному Разрушить Вызвать Там Те же Допустим Порог Сердца Вызвать Изменив Клапаны В сердце Внутри сердца Сосуды Суставы Соединительную Ткань И прочее 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 Он там Как раз В Америке Много Вот этого Как это Что люди Уже Перестают Особо Ходить Они С этими С табуретками Там ходят Забыл Как это Называется Вот То есть Вот этих Предпосылок Не будет Это важно Понимать И с помощью Лекарств С помощью Каких-то Процедур Это сделать Невозможно Но не создаются Условия Которые Вот Всю Эту Гадость Которая Там у нас Имеется Они Ее Просто-напросто Уничтожают Организм Легко Просто Может Это Сделать Но Только На голоде Без Голода Не Можешь Сделать Причем Голод Желательно От 7 До 14 До 21 Дня Чтобы Так сказать Капитально Все это Было И это Оказывается Вообще-то Для нормального Человека Не так-то Тяжело Не так-то Тяжело Это можно Сделать Раз в год Это можно Сделать Раз в два Года Если Мы говорим О 21 Дневном Голодании Но Это Можно Сделать И Вот Эту Ликвидировать Гноеродную Инфекцию Которую Мы С вами Успешно Оплодили В течение Всей Предыдущей Жизни Всей Предыдущей Жизни Ясно Понятно Это Насчет Почечных Болезней Я сказал Я не стал Говорить Вот что Там Специально Там Можно Чаи Травяные Пить Почечные Там Допустим Ту же Талую Воду Свежевыжатые Соки Там Та-ра-та-та-та-та-та-та Я Взял Быка За рога А не то Чтобы Знаете Вот как-то Там Замазать За это И Человека Успокоить И так далее Я ему сказал Вот этими словами Если ты хочешь То поступай Вот так И далее Поддерживать Молодость Долгое время Как раз Поддерживать Молодость Долгое время Позволяет Дозированное Голодание Вот Примерно Как я и Рассказывал А именно Раз в Неделечку Раз в Квартал Допустим Семь Суточек Поголодать Там Выбрать Время Или там Раз в Полгода Плюс Естественно Вот это Все Мы закрепляем Правильным Питанием Желательно Желательно Чтобы оно Было Свеженьким Желательно Чтобы там Присутствовали Свежевыжатые соки Желательно Чтобы там Присутствовали Блюда Из проросшей Пшеницы О которой Я столько Много Рассказывал В целебной Кулинарии Да и Вообще Так Плюс Активный Образ жизни Хотя бы Ходить Ну Если есть Возможно Спортзальчики Там Подкачиваться Оказывается Именно Вот работа мышц Стимулирует Тестостерон Напряжение И все это Фигуру поддерживает И Продляет Нашу молодость Продляет ее На долгое время Далее Такое Как наконец-то Обзавестись Богатством Вот вы знаете С богатством Дело Дело такое Непростое Как впрочем И совсем Это дело Непростое Ну вот Я не хочу Сказать Потому что Я тут Богатым Человеком Стоя не считаю Ну так Что более-менее Жизнь как-то Наладилась В материальном Плане Надо Чтобы Вами Заинтересовалось Как можно Больше людей То есть В свое время Заинтересовались Моими книгами Люди Стали их покупать И Вот на эти Гонорары С книг Я построил Вот этот дом Потом Дальше Уже Как бы сказать Начинает работать Уже популярность Тебя начинают приглашать Там На телевидение Ну Меня Пригласили Там уже Значит Естественно Уже Зарплата Такая Достойная Жить Можно Уже И хочется Вообще-то Сказать Словами Коко Шанель То есть Вы Если вы Чего-то Хотите Вот Такого Чего у вас Нет То вы Должны Заниматься Тем Чем До этого Не занимались И Знаете В настоящее Время Вот Как Некоторые Там К нефтяной Или газовой Трубе Присосаться Не получится Там уже Все присосались И вас туда Не пропустят Какая-то Большая Компания То есть Все Сферы Рынка Уже Давным-давно Особенно В Америке Поделены Охраняются Просто так Туда не влезешь Остается Надеяться Только На Оригинальность Своей Собственной Личности Чтоб Она была Настолько Оригинальная Чтоб Ей Заинтересовалась При этом Выбирается Вот Какое-то Направление Такое Знаете Больше Развлечения Ну вот Последнее Что Я буквально Так Смотрю И Как бы Сказать Радость За человека Мэтью Из штата Техас Разрушительная Ранчо Вот он Бедный Студент Ветеринар У него Было Вот Увлечение Я так Насколько Понял С детства Это Значит Пострелять Что-то там Поразбивать Поразрушать Что Он и начал Снимать На видеокамеру И потихонечку Выкладывать На ютуб И вот Прошло Два Года Упорного Труда Я все Что-то Там Делал Снимал Выкладывал Для того Чтобы В конце Конца У меня Заметили Одно Видео Стало Вирусным И после И после Этого Как бы Сказать Вот Это Зацепилось И пошло Люди Устали От Жизни От Повседневной Жизни Бороться Там Так Сяк И пятая Десятая Тем Более Еще раз Повторю Все Сферы В которых В которых Крутятся Большие Деньги Они Уже Поделены Они Они Уже Охранены И И Просто Туда Пробиться Очень Трудно Ну Есть Такие Попытки За счет Того Что Допустим Если У кого-то Есть Дочь Из Богатея Вот Туда Норовить Зять Примазаться Если Есть Значит Богатей Сын У него Туда Значит Какая Ни Там Красавица Норовить Влезть Вот Так Ну Я думаю Это Путь Не для Нас Остается Вот Какой-то Оригинальностью Взять Некоторые Вот Как Вот Эта Женщина Которая Написала Гарри Поттера Просто Знаете Вот Когда У человека Безысходность И Можем Все Равно И Вот Он Знаете Все Что У него Как Было С детства Мечтательного Фантазийного И Вот Он Начинает Как Она Начинает Писать Там Книги Вот Так Вот Так Вот Так И Хоп Ее Заметили Опять Так Ну А За Границей Вообще Как Говорится Другой Менталитет Все Чужое И Там Пробиться Могут Конечно Только Люди Ну Какого-то Выдающегося Оригинального Склада Ума Либо Они Сами Оригиналы Если Этого Нету Ну То Я думаю Особо Ничего Не Будет Увы Для этого Надо Много Думать Головой Вдобавок Еще И Поработать Придется Довольно Таки Много Для того Чтобы Получилось Вот Я просто Со своей Колокольни Вам скажу Книгу Я начал То есть Прежде чем Написать Книгу Вот Эти Целительные Силы И Прочие Другие Еще Более Лучше Мне Пришлось Самого Себя Само Образовывать Набираться Знаний И Этот Процесс Начался Примерно Начался С 80 1983 Года С 83 84 Года Довольно Таким Плотненький Ну Не очень Уж Так сказать Плотный Знаете Не то Что Я там Сижу Книгами Обложился Читаю И так Далее Если Обложился То Вообще В космос Улетел Давно Но Вот Где-то С 80 Так И Скажем Ну Пускай 84 Года Начался И Книга Появилась Где-то В 90 Году В виде Брошюры Она Появилась В 98 Году То Есть Вот Прошло 4 Года А Более Развернутые 92 Третий И так Далее То То есть Ушло На Самообразование И плюс Еще Попутно Пробование Вот этих Всех Этих Методик Опробований На себе Ушло Где-то Так Довольно-таки Плотно Лет 7 Лет 7 И дальше Я еще Продолжу Заниматься И сейчас Я еще Занимаюсь И в некотором Отношении Еще даже Плотнее Нежели Раньше Чтобы Это Вылилось Уже Непосредственно Все мои Умственные Эти все Самообразование В какой-то Конкретный Труд Вот скажем Там 7 лет Так оно И будет 7 лет Далее Чтоб Это Заметили Еще Ушло Где-то Потому что Я сам Эти книги Распространял Где-то Ушло Примерно 2-3 Года И после Чего Случился Вот этот Взрыв Когда Было Продано Там Как эти Посчитали Мои издатели Это еще До 2000 Года Уже Было Продано Более 30 Миллионов Моих Книг И тогда Естественно Что-то Получилось Что можно Можно На что-то Было Строить Вот Тут Нужны Какие-то Наработки Ну Конечно Есть Такой Еще Халявный Метод Или Способ Это Особенно В Америке Там Насколько Я понимаю Это Выиграть В лотерею То есть Не упускайте Этот шанс Тоже Не берите Много Лотереи Если Вы Вот Везончик Достаточно Покупать Ну Более Менее Регулярно Хотя Быть По Две Три Лотерейки Хотя Быть По Две Три Лотерейки А Так Это Труд 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 Это Огромный Труд Обзавестись Богатством Наконец Создать Семью Что Я Хочу Сказать Знаете Вот Опять Так Я Не хочу Как То Как Там Домы Строить А Сошлюсь Опять Таки На свой Собственный Опыт Я Свою Супругу Как То Летом Девушку Я Встретил Было Ей Всего Семнадцать А Мне Возь Двадцать Треть Так Вот Она Младше Меня На Шесть Лет И Встретил Я Ее На Винов Водочном Заводе После того Как Я Окончил Заниматься Профессиональным Спортом Тяжелоатлетическим Надо Было Интегрировать Как Там Встраиваться С Ну Будем Так Говорить Жить Дальше Ну Естественно Там Знакомые Ребята Сказали Да Ты Чего Там На Виноводочном В заводе Крутится День И так Всякий Пятое Десятое Давай Туда И Все Все Пойдет На Мази Ну Вот Я туда И пошел Туда И пошел И вот Там Как раз Я заметил Девчонку Значит Шестидесятого Года Двадцать Два Года Ей было Когда Поженились Значит Я ее Встретил Вот Как раз Когда Я Где-то Было Лет Двадцать Вот Такая Непорченная Девчонка Знаете Вот Она Сразу Привлекла Мое Внимание Более Того Знаете Вот Тут Действительно Как Быть Судьба Ты Нашел Своего Человека И ты Даже Не понимаешь Твой Этот Человек Не Твой Этот Человек Но Голова Сама Повернулась Вот Туда На Нее Она Естественно Тут Ну Мне там Свои Мысли Были И Какой-то Тут Очередной Дядька Пришел Потому что Я такой Б Большой Могучий Вот И казался Старше Там Своих Лет То есть Это Если По Настоящему Это Вы Должны Встретить Свою Собственную Половинку Которая Вот Как-то По Каким-то Параметрам Она Близка Вам Это Конечно Такая Как Некоторая Удивительная Химия Смотришь И Видишь Что Это Твое Но Это Твое Оно Еще Не Понимает Что И Я Это Ее Понимаете Оно Не Понимает И Ты Должен Ненавязчиво Как-то Ей Показать Что Это Я Это Твоя Как бы Сказать Вторая Половинка И Причем Дальше В то Время Дать Ты Ей Особо Ничего Не Можешь Все Как Обычно Купил Я Перед Свадьбой Домик Когда Мы Уже Так Познакомились Все Это Пошло Дело К Свадьбе Переделывая Собственными Руками Опять Так Но Это Ты Должен Почувствовать Ты Должен Почувствовать Если Ты По Настоящему Хочешь Что Это Твое Вот Это Твое Это Надо Брать Это Надо Брать Невзирая На То Что Когда Ты Там Либо Разбогатеешь Либо Ты Не Разбогатеешь Либо Это Это Твое И Вот Что Там Так Будет Если Так Вообще Там Брать Такую Интересную Науку По Как бы Сказать По Тому Как Подобрать Супруга То Есть Такие Там В гороскопе Точки Как То Там Они Называются То Ли Менге То Ли Там Как Ну Как Они Называются Которые Указывают Что Это Ваш Человек Это Ваш Человек Вот Мы С Нем Живем И Чем Тем Я чувствую Что Мы Все Больше И Больше Спаиваемся Вот Это Получается Очень Такой Интересный Феномен Какой-то Особой Знаете Удовлетворенности В семейной Жизни Что Ты Нашел Того Человека Который Тебе Нужен Ну Вот Так Мне Хотелось Ответить Андрею Более Развернуто Нежели В предстоящем Стриме Я Думаю Что Вот Эти Ответы Вот Эта Беседа Будет И полезна И для всех Остальных Людей Как говорится Ну Как-то Так Так